Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро, ребята! Доброе утро! И давайте посмотрим по нашей любимой рубрике потери российско-фашистских войск в Украине. Что, где, куда и как. Надо сказать, что несмотря на то, что цифры, кажется, вот сейчас поменьше немножечко, ну тут могут быть два варианта. Первый, просто доклады приходят, знаете, нерегулярно. Это же фронт, а не вот газета, где эти репортеры очень постоянно докладывают. Кто-то может делать постоянно и очень точно какие-то выводы. Извините, некоторые находятся в таких местах, где доложить и все описать и так далее. Оно не каждый раз получается, потому что над головой летит и по тебе летит. Поэтому, соответственно, то, что не дописали сегодня, может появиться завтра. Соответственно, кажется, что вот сегодня меньше, но завтра будет больше. Это первый момент. Второй момент. Может количество, скажем так, той же уничтоженной техники, например, или путирастов, уменьшается из-за того, что в некоторых местах у них происходит перегруппировка, выводятся те части, которые были сильно потрепаны, и, соответственно, новые части еще не приступили к атакам. И, соответственно, пока что они еще пока что живы. Потерь понесли меньше, хотя все равно очень много. Что же касается линии фронта, то она более-менее стабильна. Есть продвижение в одном-двух местах у Рашистов Донецкая область и Луганской области, там по 100-200 метров. Аналогично есть у нас в Запорожской области. В Херсонской, на Левобережье, ситуация приблизительно такая же, какой она была в последнее время. То есть, продвижения нет ни у нас, ни у них. Потери они несут регулярно. Вот так. Значит, давайте сейчас посмотрим по цифрам. 680 путинских боевиков за Кобзонина за вчерашний день. И общее количество путинских этих бандитов, которые пришли с оружием на территорию Украины, составляет 361 тысяча 500 голов. По танкам сведений нет. Так и осталось 5 990. По бронемашинам 7 штук за вчерашний день. 11 107 всего. А вот по артсистемам очень даже есть данные. 15 штук за вчерашний день и всего 8546. Но артсистемы отрабатываются постоянно. Дальше. Средства ПВО. Уничтожено 629 штук всего. Из них 3 за вчера. Какие точно не указано. Самолеты, вертолеты остались предыдущие у нас цифры. 329, 324. А вот беспилотника за вчера позбивали много. 36 штук. Из них 35 были шахеды. Это было в начале ночи. Если вы помните, именно с шахедов начиналась российско-фашистская воздушная атака на Украину. И общее количество путинских беспилотников, сбитых с начала войны, составляет 6748. В основном шахеды. Ну и дальше по крылатым ракетам. Смотрите. Крылатых ракет было за вчерашний день сбито 73 штуки. Это не все, потому что есть еще... Было сбито как минимум 10 кинжалов. Они все по Киеву летели. Вот. То есть 73 это у нас Х-59, Х-555 или Х-555. И это калибры. Вот эти вот сбивались. 73 штуки. Плюс 10 было, я же говорю, 10 штук было кинжалов еще сбито. Но это уже баллистические ракеты. Они идут как бы другой строкой. По автотехнике. 26 штук за вчерашний день было разбито у рашистов. Наши дронами отрабатывают артиллерии, отрабатывают на мины. Эта техника наскакивает. Но это беспрерывный процесс. Он будет продолжаться до полного поражения рашистов. 11 391 штука всего. И 14 единиц. Это очень много. 14 единиц спецтехники. Вот это чудесно. Да. И общее количество 1298. Вчера им разбили какой-то новозачумленный комплекс по обнаружению артиллерии. То есть он по выстрелам пушки артиллерии на большом расстоянии в состоянии определить точное местонахождение наших пушек, которые совершили выстрел. Интересно, что стоимость вот этого комплекса составляет 250 миллионов долларов. А испытания его закончены только в 2022 году. То есть это вещь вообще свежая. Вообще. Там у них несколько штук всего. И вот его сразу послали. То есть его закончили собирать. Из завода сразу послали на фронт. На фронте он пробыл буквально 10 минут. Не успел приступить к задаче. Его сразу и убили. Хаймарс его тут же. Ну его с беспилотника вычислили. Сейчас я попытаюсь найти еще видосик. Я прицеплю его в описание к данному ролику. Как это было сделано. То есть реально эта дура стоимостью 250 миллионов долларов. Не успела выехать до поля боя. Как была закобзонена. Буквально. Он только успел поднять радар. Все. На этом все. То есть проработал. Но даже не 10 минут. Две минуты проработал. Это все закончилось. Вот так вот. Да. Это все обстоит. Когда имеешь дело со сбройными силами Украины. Ребята. Продолжается стирание в пыль. В порошок. В порох. Российско-фолькской армии в Украине. Более точные данные будут завтра. Там вчера еще была Бавовна. Очень интересная. В Курске. В Крыму. Но в Белгороде. Само собой разумеется. Но об этом мы узнаем немножечко попозже. Когда появятся кое-какие уточняющие сведения. Я вам еще это все дело доложу. Это будет Украина.